Сегодня депутаты собрания БМР внесли изменения в прогнозный план приватизации имущества Балаковского района. Так, в целях увеличения доходной части районного бюджета этот план дополнили одним объектом – нежилым помещением, расположенным по адресу проспект Героев 3. Однако после этого председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью Александр Мурнин внес еще одно предложение. Предлагается дополнить разделом 4 и включить в план приватизации общества с ограниченной ответственностью дирекцией капитального строительства. Предлагается утвердить условия приватизации доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью дирекцией капитального строительства, находящейся в собственном Балаковском районе. Предлагается утвердить долю в размере 100%, начальная цена реализации 7 миллионов 305 тысяч рублей за даты 20%, что составляет 1 миллион 461 тысяч. Эта организация, судя по специализации, занимается строительством зданий и сооружений. На ее счету возведение нескольких домов, к примеру, номер 47 по улице Каховской, номер 66 и 68 по улице Саратовской шоссе и новостройки в 21 микрорайоне, которое сейчас находится на стадии строительства. Также дирекция осуществляет технический надзор и строительный контроль над зданиями и сооружениями. Причем не так давно это ООО было муниципальным унитарным предприятием. Для чего это все приватизация? Дирекция капитального строительства также была преобразована из муниципального унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью. Так как это не свойственная функция органов местного самоуправления, то предлагается, следующий вопрос был включен, была в условии приватизации, оценив данный объект и сейчас будет выставлен на торги. А если кто-то купит, оно так останется частным? Оно будет частным, естественно, если кто-то купит. То есть на сегодняшний день доля муниципалитета 100%. Законные установлены процедуры, выставлены на условные торги. Если кто-то приобретет, то естественно будет проглотать новость собственного. Депутаты собрания БМР проголосовали за принятие проекта этого решения. Продолжение следует...